Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и в этом видео мы поговорим о консоли Xbox One и вспомним самые офигенные моменты с ним. Просто новый Xbox уходит завтра, а мой старичок Xbox One Fat уходит на пенсию. В общем, этот видос некое, наверное, прощание с восьмым поколением консолей. Перед началом видеоролика хотел бы вам порекомендовать вот этот вот телеграм-канал, в нем вы найдете кучу контента про игровые консоли, а также розыгрыш PlayStation 5, ну мало ли повезет. Ссылочку оставлю в описании, поэтому подписывайтесь. Также напишите свою какую-нибудь историю, связанную с консолью Xbox One. А начнем с того, что с самого начала, именно прям с самого первого анонса Xbox One, я понял, что это та консоль, о которой я мечтал всю жизнь. Это реально без преувеличения, поскольку мне в Xbox One с первого анонса понравилось абсолютно все. Очень понравилась сама идея консоли, очень понравились стартовые эксклюзивы, Kinect, их задумка с медиа-индустрией. Даже слова о TV, TV, TV меня не пугали, и данная функция у меня просто вызывала вау-эффект. Я на тот момент просто активно смотрел телевизор и считал, что это достаточно хорошая функция. Признаться, эта консоль с момента покупки подарила мне множество всяких эмоций. Было, естественно, немножко расстройство, когда убрали Snap, когда полностью прекратили поддержку Kinect, когда нам не рассказали маленькую тайну насчет эксклюзивов и слили их потом на ПК. Кстати, вот насчет этого меня больше коробил не тот факт, что в эти игры поиграют ПКшники, а то, что изначально нас слегка обманули. Типа, да-да, эти игры будут только на Xbox One и только на этой консоли. Я понимаю, что это был маркетинг, но все же можно было прямо изначально сказать, что все игры перекачивают на ПК, и тогда вопросов бы не было. Также, к сожалению, многие функции, которые были на старте и которые мне капец как нравились, не дожили до нашего времени. Но тут дело было в том, что просто эти функции не нужны были игрокам, и их со временем просто убрали. Да и вообще, если рассуждать на эту тему глобально, то у консоли Xbox One то, что было изначально, на сегодняшний день, практически не осталось. Но зато со временем у Xbox появились другие функции, другие фичи, другие преимущества перед конкурентом, которые игрокам понравились больше, чем было изначально. Ну, к примеру, та же самая обратная совместимость и подписки. Когда случился анонс обратной совместимости, я помню, тогда мы с кем-то в команде смотрели трансляцию E3, и мы были просто в шоке, поскольку эта функция заработала прямо во время трансляции. То есть изначально анонсировали пару игр по обратной совместимости, и прям можно было после трансляции вставить и их опробовать поиграть, и это был ну просто эффект вау. И по-моему, вот это вот вау испытали все, у кого был Xbox 360. Я не знаю, как вам, но на мой взгляд, функция обратной совместимости это самая топовая функция, и я очень рад, что в новом поколении Xbox, а именно в Xbox Series, данная функция будет сохранена. То есть, грубо говоря, когда я перейду на Xbox Series, тот же Xbox One у меня будет внутри новой консоли, и все игры будут тянуться без проблем, плюс получать еще улучшенную картинку. Несмотря на то, что меня хейтили, говорили, что я купил говно консоль, на которой нет эксклюзивов, пикселей очень мало, все с ним очень плохо, мне эта консоль приносит удовольствие до сих пор, и я, в принципе, доволен как слон. Помню, как при распаковке данного геймпада офигевал, насколько он удобный, и, кстати, вот это мой самый первый геймпад, и единственное, что на нем сломалось, так это стик. В остальном, он в полном порядке. Кстати, данный геймпад я очень мечтал опробовать, поскольку мне было очень интересно посмотреть и ощутить, насколько он удобнее геймпада Xbox 360. И знаете, после долгого времени использования я могу сказать, что это очень удобный геймпад, и, как вы могли заметить, в новом поколении его практически не поменяли, что опять же подтверждает мои слова. Помню, как сначала офигела функция, что можно записывать видеоролики, поскольку на Xbox 360 не было, такого там нужна была специальная аппаратура. Помню, как анонсировали приложение, где можно редактировать клипы, и это просто реально придавало эффект вау. Помню еще, когда показали, что на консоли можно стримить, я тогда просто в афиге был. И тогда было, кстати, реальное чувство NextGen, оно, пожалуй, непередаваемое и незабываемое. То есть консоль восьмого поколения, они стали не просто устройством для игр, а еще и медиаплатформа, которая позволяет творить контент. Вообще, если кто-то не знал, то именно эта консоль мне дала возможность записывать контент, ну а также именно с этой консоли началась моя деятельность на ютубе. Если вдруг кто-то не знал, то свои первые ролики я от начала до конца делал на этой консоли при помощи приложения Upload Studio. На тот момент у меня не было специальной аппаратуры, и я все это делал через Kinect, через стандартную гарнитуру, которая была в комплекте, записывал, так скажем, озвучивал, и, ну, грубо говоря, делал видосы на том, на что имел, а именно на консоли Xbox One. За это я имел просто огромный респект. Помню, как сутками рубился в эксклюзивы Xbox One, играл в Titanfall, несколько раз прошел Dead Rising 3, Rise. Помню, как с ребятами играли в Jazz Dance при помощи Kinect. Реально было здорово, и когда я куда-то уезжал, я всегда брал с собой Xbox One, потому что без него мне уже становилось немножко скучно. При помощи данной консоли, как я и говорил ранее, я обрел очень много знакомых, познакомился с очень интересными людьми, да и просто начал свою деятельность на ютубе, которая, по сути, стала частью моей жизни. И как бы глупо это ни звучало, это благодаря вот этой вот консоли. На мою память, самым прорывным моментом именно у Xbox One был, по-моему, год 2015-2016. Именно тот момент, когда мы получили очень много крутых проектов по типу Gears 4, Forza Horizon 3, Titanfall 2, Battle Eye и так далее. Просто именно в этот период было, ну, нереально большое количество классных игр. Если же говорить о топе 5 игр на Xbox One, то, наверное, первые два места я отдам Gears 4 и Titanfall 2. Именно в этих двух играх я просидел очень большое время в мультиплеере, очень много раз их перепроходил, и, пожалуй, вот эти две игры, они мне приносили намного больше удовольствия, чем все остальные. На третье место я, наверное, поставлю Quantum Break. На мой взгляд, это одна из лучших одиночных игр, которая когда-либо выходила на Xbox One. Там интересный сюжет, прикольная реализация, очень классный сериал, который, кстати, был тоже полностью переведен на русский язык. К сожалению, продолжение данной игры мы, конечно, вряд ли увидим, потому что Remedy не любит делать вторые части, но если вдруг кто-то до сегодняшнего момента не играл Quantum Break, обязательно поиграйте, это просто, ну просто реально очень крутая игра. На четвертое место я поставлю Rise, мне он тоже очень принес много впечатлений, я тоже его очень много раз перепроходил, играл в мультиплеер, и, на мой взгляд, это одна из самых красивейших игр, вот реально. И, пожалуй, на пятое место я поставлю Forza Horizon 3. Я не могу это объяснить, но третья часть мне понравилась почему-то больше, чем четвертая. Ну, может быть, потому что она просто принесла мне больше эмоций, чем, опять же, следующая часть. Да, конечно, на Xbox выходили еще классные проекты по типу Halo Guardian, Saori, Cuphead, но они мне понравились, наверное, не так сильно, как вот именно то, что я перечислил ранее. И вообще, ребят, напишите в комментариях свой топ игр на Xbox One. Конечно, я не успел попробовать Fable Legends, мы не дождались Scalebound, хотя на самом деле очень хотелось. Но, на мой взгляд, во времена Xbox One было и так достаточно игр, конечно, жалко, что мы не поиграли в те, но все же было во что поиграть. Единственное, как-то обидно, что консоль Xbox One сначала не оценили по существу и просто поверили тем, кто обсасывал плойку. Но со временем многие все-таки поменяли свое видение, и это круто. На своем канале я всегда пытался показать плюсы Xbox One и показать то, что он не такой плохой, как все думают. И, в принципе, исходя из отзывов, у меня это сделать получилось. Просто многие VLS в комментариях пишут по типу «Спасибо, посоветовал мне консоль, благодаря тебе я купил эту консоль, это очень круто, мне очень понравилось, чувак, у тебя контент супер». И, ну, это здорово. Конечно, жалко, что российское подразделение это не оценило, может быть, не заметило, может быть, что-то еще, но, как вы все знаете, Xbox Series я не получил. Конечно, я не знаю, почему так получилось, потому что я видел распаковки на каналах намного меньше, чем мой. Да, конечно, у этих каналов, возможно, есть интернет-ресурс, но их видосы собрали очень мало. Но, опять же, я не вижу смысла расстраиваться, потому что как бы им виднее, кому отсылать и кому нет. Кстати, при всей этой деятельности у меня не было никогда смысла засрать плойку, потому что я, в принципе, понимал, что эти консоли плюс-минус одинаковые, и у каждой есть свои плюсы и минусы. Просто так получилось, что Xbox One мне понравился намного больше. Вообще, на данный момент восьмое поколение я считаю самым лучшим. Поскольку, несмотря на проблему со своим железом, она доказала, что на нем можно выдать просто офигенную картинку, внесла очень много функций, ну а также просто подарила нам много жестой эмоций за все эти годы. Знаете, я реально офигеваю от того, насколько быстро идет время, и я вот только-только брал Xbox One, а в итоге завтра уже пойду за новой консолью Xbox Series. А по факту прошло 6-7 лет, это ну капец как быстро. В любом случае, я очень рад тому, что было, и очень рад за то, что придумали такую консоль. В общем, спасибо тебе Xbox One, как говорится, отслужил. У многих, наверное, сложится впечатление, что я с ним прощаюсь так, будто я куда-то отдаю, продаю. Нет, просто я его включать буду очень редко, наверное, только лишь для каких-то тестов сравнений с Xbox Series. А по факту, через некоторое время данная консоль уйдет на полочку пылиться и просто останется в моей памяти. Ну и, конечно же, в коллекции. Опять же, многие могут остаться пока на восьмом поколении, не покупать себе Xbox Series, поскольку все-таки какие-то топовые игры, они выйдут туда и туда. Но со временем на консоли Xbox One перестанут выходить игры, именно на консоли Xbox One S, Xbox One X, Xbox One Fat, и тогда вам придется ради новых игр пересесть на новое поколение. Но пока этого не произошло, вы, в принципе, можете оставаться пока на своем Xbox One. Но я же 10 ноября пойду за своим Xbox Series X и шагну в Next Gen прямо с первых дней. Очень надеюсь на то, что все-таки девятое поколение будет лучше восьмого и во много раз. На этом, в принципе, все. Если вам понравилось такое видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите свои истории с Xbox One, и что вы вообще о нем думаете. Также ждите очень много контента с Xbox Series, пытаясь его обозрить со всех сторон, заснять распаковку, как я его забираю. Короче, будет интересно. Большое спасибо вам за просмотр, друзья. И до новых встреч. Встретимся в новом поколении.